Исключительным случаем считают в ювенальном суде дело в отношении 16-летнего подростка, распространявшего в соцсетях призывы к вооруженному джихаду. В 2016 году был осужден приговором суда несовершеннолетний А по статье 256-257 к 6 годам лишения свободы с отдуванием наказания воспитателя колонии общего режима. Он обвинялся в том, что распространял материал в виде агитирующего терроризма и участвовал в агитации людей в вооруженном джихаде. Запрещенные материалы парень распространял друзьям и знакомым по социальной сети ВКонтакте через свой мобильный телефон. По этому делу целая семья, его отец тоже был осужден. Они дома обсуждают эти вопросы, как уехать в Сирию. С января месяца по апрель месяца 2016 года оперативники работали над этим. Есть родственники их, которые до этого уехали туда. Несмотря на то, что следствие собрало неопровержимые доказательства, на суде 16-летний подсудимый не признал своей вины. Еще одна девушка тоже была осуждена к лишению свободы пяти годами лишения свободы. Она тоже распространяла терроризм. По таким делам прекращение не применяется. Это уголовным законом приписано. И дела о терроризмах, условное осуждение не применяется. Только лишение свободы. У нас сейчас мир новых технологий. Все у нас происходит через интернет. И это агитация. Но строгие меры применяются. Почему? Потому что сейчас, знаете, какое состояние терроризма. Последствия очень плохие. В целом, за прошлый год ювенальным судом было рассмотрено 173 уголовных дела в отношении несовершеннолетних лиц. По 92 делам вынесены приговоры. Остальные прекращены, в том числе с участием медиаторов. Как отметил председатель Серегбай Тульбергенов, в основном прекращение дел происходило в связи с примирением сторон.